Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня испеку бисквит, который получается всегда, даже если вы будете замешивать его ложкой. Итак, в миску я уже просеяла и муку и какао. Обязательно просеивайте, потому что будут попадаться грибки. Высыпаю сюда сахар, соду и разрыхлитель. Здесь нужно и сода и разрыхлитель, так как у нас большое количество какао, есть также кислота, мы ее добавим позже и нам нужна сода, чтобы погасить кислоту. Но соды не будет достаточно, чтобы поднять такое тяжелое тесто, поэтому нужно сочетание и соды и разрыхлителя. Тщательно смешиваю сухие ингредиенты, пока что их отставлю в сторону. И теперь подготовлю жидкие ингредиенты. Здесь у меня питьевой йогурт, можно использовать кефир, а можно даже использовать молоко. Добавляю сюда 2 яйца. В общем используйте то, что у вас есть. Немножко смешаю. Вливаю растительное масло. И ввожу в сухие ингредиенты. И хорошенько все смешиваю ложкой. Можно все сделать при помощи миксера, а можно даже и ложкой все смешать. И в самом конце добавляю столовую ложку яблочного уксуса, если добавлять обычный уксус, то чайную ложку добавляйте. Еще раз все хорошо перемешиваю и тесто готово. Вот такое вот чудесное тесто получилось. Выпекать я буду в мультиварке, ну конечно же можно это сделать и в духовке, но в мультиварке корж получается более ровный. Он просто идеально ровный и его очень удобно разрезать на коржи. Но если у вас мультиварки нет, то в духовке тоже прекрасно получится. Чашу мультиварки я смазала сливочным маслом и отправляю в мультиварку режим выпечка на 1 час. В духовке при 180 градусах выпекается около 45 минут. Бисквит готов. Готовность как всегда проверяем деревянной палочкой. Она должна быть сухой. Бисквит получается очень вкусный, не сухой. Его можно даже ничем не смазывать и кушать как кекс. Если же вы хотите приготовить с ним торт, то обмотайте его пищевой пленкой и положите в прохладное место минимум на 5-6 часов. Он получается достаточно высокий, поэтому разрезать его можно на 3 и даже 4 коржа. Рецепт простой и всегда отлично получается, поэтому смело его используйте и приятного всем аппетита!